К левитникам Иерусалима. Ответ Юрию Ишухевичу. От еврейского народа. Автор Михаил Финкель. О чем шумите вы, голицкие витии? Что возмутило вас? Кому достанется приват? Оставьте. Это спор евреев меж собою. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно на Украине враждуют наши племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в семейном споре? Днепра? Ильвинницы еврей? Семитские ручьи сольются ли в море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали ни протоколы мудрецов, ни Моисеевы скрижали, ни Соломоновых судов. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны цфат и хайфа. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за толь, что мы для вас свалили Майданом ненавидимый кумир и нашими деньгами искупили свободу Украины, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Как будто полк Азов уже не наше семя. Или Айдар не в силах пристегнуть свой ерехонский штык. Или польского кнута уже бессильно слово. Или нам с врагами спорить вновь. Или цахал от побед отвык. Или мало нас. Или от Одессы до Днепра. От киевских холмов до жаркого Херсона. От Голливуда и до Вашингтона. От Сюриха и до Кремля. Стальной меркавою сверкая не встанет иудейская земля. Так высылайтесь к нам, витии, своих озлобленных послов. Цветами встретит их земля Иерусалима. А Аарон обнимет, как сынов. Мощное, сильное стихотворение. И если общественная Галичины не поставит памятник Финкелю во Львове, то мы поставим ему памятник в Днепропетровске.